Доброе утро, дорогие друзья! 3 часа 45 минут. Первые лучики. Солнце. 23 мая. Буквально через несколько часов мы подойдем к острову Палам. Какая красота! И вроде бы погода нас будет сегодня радовать. Если вы хотите утром кофе, можно прийти в кофейню. Какая домашка! Пошли пугать полезно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, как приятно! Так выйти на палубу Леонида Соболева. Именно Леонида Соболева. Именно в порту Валаам. Кстати, написано Валаам. Я только сейчас заметил. Может быть... Душа поет. Мы год, можно сказать, поменее... Ну, ровно год мы здесь были, помнишь? Ой, такой был замечательный у нас. У нас был июнь. 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 Конец июня. Начало июля. А сейчас май. Сейчас май. И мы опять снова здесь. Смотрите, какая погода. Какое небо. Из-за чего я не могу перед играть. До свидания! И какого моего 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 운영я, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Острова Валаам Тут много островов Ну и главное Буквально через 20 минут А мы только что на своем католете летали Такие виды, ребята Ой, ждите, ждите Ждите большой фильм На завтрак у нас булочка, сыр Кофе, омлет, каша В общем, я не знаю Все подряд А мне еще и картошку с сосисками Как в пионерском лагере Преподобные основатели К сожалению, они мало что сохранилось Их периодически было утеряно И даже время их прибытия на Орге Разошлись по разным местам Нашей страны, но в северной части И основали свои обители Но более ранние версии Подают о том, что преподобные Греков, монахов, людьми Чтобы прохвечать местные Средиземные племена и земли Возможно, преподобные Средиземные периодически Веки А то есть вы перислили Нашей страны Да Штен Незастоящих стран Именно так Все сними странами Возвивали Нашей филе Средиземные Так на второй Веки Впереди 12-гер Веки Преподобные Средиземные Утрость Организмы Средиземные Такая Тайная Астеринга Средиземные Средиземные На Тайм Ребен Али Средиземные Продолжение следует... 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 В монастыре мы взяли у монахов квас. Они сказали, что делают исключительно по технологиям, как было в древние времена, на хлебе с изюмом и рыбку копченую. Попробуем сейчас, да. Вообще мы очень любим с Аллой, когда мы бываем в монастырях, обязательно брать продукцию, которую делают монахи. Кстати, здесь очень многие купили сырый, молоко, здесь фирменское хозяйство есть. Итак, будем пробовать рыбку. Форель мы не стали брать, форель очень дорогая. Ну, она большая очень. Ну, и дорогая, да. Может быть, она была бы маленькая, была бы нормальная, но она там... Это горбуша. А это взяли горбушу, она все же приемлемая цена. Ну все, давайте. Приятного аппетита. Нам. Монастырским квасом. Алла, что мы пьем? Кислородный коктейль. А то народ подумает, что мы пиво пьем. Нет. Это, ребята, называется кислородный коктейль. Подарок от компании «Водоход». Бесплатно. И фито-чай. Фито-чай, да. Чай из травы. Да. Ну, за кислородом, за здоровье. Каждый день мы говорим о суперцентах на приложении Алиэкспресс. И тут по-поему дают. Семнадцать. Слушные люди. Я вас и говорю. Смотрите-ка на вас. Вот тут творчество. Восемьдесят два. Ой, опять у меня. А это к тебе. А это не мой размерчик. Я такой фасон не ношу. Девяточка. Семерка. Семерка. Девяточка, семерка у меня. Главная лава. Семьдесят. А я-то, видели, сейчас не только трясла. Я и трясла, и помешала. Восемнадцать. Тридцать пять. И внимательно следить за бочок. Медаль одевайте. Поздравляем. И меня. Так, начнем. Заключительный ужин. Через несколько часов наш теплоход будет в Санкт-Петербурге. У нас там еще много-много планов. Алла говорит, что два дворца, да? Или один дворец и два театра. В общем, планов громадье. А пока будем наслаждаться ужином. Спокойной жизнью. У нас сегодня рыбка. Вов, у тебя тоже рыбка? Я даже не знаю. И два помидора. Как тебе ужин сегодня? Не приставай. Когда я ем, я глух и нем. Понятно. Нет, нам очень все понравилось. Кстати, на этом теплоходе было много детей. Мне не понравилось. Знаешь что? Да. Что? Всего три дня. Вот. Три дня это да. Это очень мало. Это ничто. Да. Володя, мне уже становится грустно от того, что ты у меня будешь просить такие вот десерты. Говори громче. Десерты такие? Причем на завтрак. Да. А я тебе не смогу этого дать. На обед. И на ужин. Огромное спасибо поварам. Не жалую себя. Не жалую себя. Да. Что вот такие вот. И вот у меня такое каждый день. А у тебя еще и первоужины. Ну, меня любят повара. Да. Ну, тебя все любят. За что, не знаю. Тебе все любят. Не знаю, за что. А мы отправляемся. Да, все. Зазвучала музыка. И наш теплоход. Уходит из с острова Лаам в Санкт-Петербург. Да. Грустно немного. Ну, грустно. Всегда грустно уезжать. Но всегда есть чувство приятное, что во-первых, мы вернемся, мы едем домой. Это тоже здорово. А во-вторых, а во-вторых, мы всегда можем сюда приехать. А это уже греет душу. После обеда сегодня как начался дождь, так и не прекращается. Характерное небо. Какие интересные отражения. в окне. На теплоходе есть сауна. По всей видимости, она рассчитана на два, четыре. И в этой сауне есть все необходимое. Туалет, душ, ну и сама сауна. очень вкусно очень вкусно пахнет травами. И стоимость, насколько я помню, меньше тысячи рублей за час. Место для отдыха. для тех, кто фанатеет от бани, сауны, вот так плыть на теплоходе и после такой холодной погоды, например, как было сегодня после обеда, прийти сюда с друзьями и немножко попариться. Здорово. Мы попросили экипаж теплохода показать самую простую каюту с одной стороны, а с другой стороны каюта, когда отправляется в путешествие семья. Ну, например, четыре человека. Мама, папа и двое детей. Тут так романтично. Я представляю себя... Это как убирается. Я представляю, ну, если, например, один ребенок, да. Я представляю себя ребенком. Да вообще, я тоже любила себя. Смотри, отойди. А ну, кота не спать. Люки вот... Вот это да. А здесь напоминает что-то из кустов. Слушай, даже немножко, даже как-то немножко страшно. Прям вот она, вода. Она прям брызгает сюда. Зато как интересно, особенно для ребят. Тут как на подводной лодке. Помнишь подводное Одиссея? Кусто. Кусто, да. Слушай, как интересно. Вот я, будучи ребенком, тут лежал бы и смотрел бы в окошко. Ну, только если бы шторма не было, конечно. Но если шторм, тоже интересно. Есть, как во всех каютах, есть холодильник. Ну, понятно, туалет, телевизор, умывальник, все как полагается, да. Все есть. Дорогие друзья, на теплоходе есть и каюта класса люкс. Для тех, кто любит простор, кто любит собираться в компании, кого давит, так скажем, пространство стандартной каюты, может взять вот такой вариант. по площади по мне так, я думаю, три каюта занимает, как наша. Здесь есть вот такая комната отдыха, наверное, метров чуть ли не 20 квадратных. Есть вот такое кухонное, так скажем, пространство с большим холодильником, всякими полочками с бокалами, кружками, стаканами, электрический чайник. а самое главное, что есть в этой каюте, с моей точки зрения, в отличие от других кают, это огромная двухспальная кровать. Кровать, диван, ну, такого классического, я бы сказал, очень даже большого вида, наверное, 2 на 3 метра. Ну, например, свадебное путешествие, почему бы нет. Отправиться очень даже неплохо. Получается, что здесь 3 окна. Как я и сказал, это 3 стандартных койоты. каюты. понятно, что и цена, конечно, отличается от стандартной каюты. Возможно, что в 3 раза. Надо посмотреть на сайте водоход, возможно, в 2 раза. водоход. Самое большое озеро Европы сегодня ночью неспокойно. Конечно, это не шторм, но и не штырь сто пудов. Смотрите, какое небо красивое. небо водоход болтает довольно-таки существенно. Очень красиво. Поэтому не зря ландовское озеро очень многие называют морем. Да и моряки говорят, что условия судоходства здесь очень часто бывают близки к морским. Время обязательства динам готово в - о что - что что о 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